Спецмашина разогревает асфальтовую крошку до 180 градусов. Параллельно с помощью технологии инфракрасного нагрева до нужной температуры доводят дорожное покрытие. В ямы кладут горячий асфальт, заливают битумной смесью и проходят ручным утрабовщиком, который дает нагрузку в 4 центнера. Самара первая получила на тест-драйв совершенно новую для российских дорог технику для горячего ремонта в мороз. Такая методика гораздо эффективнее и экономичнее традиционного для зимы аварийно-ямочного ремонта холодным асфальтом, которого хватало на несколько дней. И этот ремонт должен продержаться до лета. Предварительный подогрев до 180 градусов позволяет более качественно и на дольше срок производить работы по ямочному ремонту. Мы сейчас используем ту крошку, которая срезалась в процессе производства летних работ. То есть крошка срезалась, свозилась к нам на базу. Сейчас мы ее разогреваем и укладываем в выборы. Не случайно первым в списке новаторского ремонта стал Южный мост. Он не ремонтировался больше 10 лет. Изношенность дорожного полотна, перепады температур привели к существенным разрушениям асфальта. Дневной трафик на этом участке больше 6 тысяч машин в час. Решение о срочном аварийном ремонте моста мэр Самары Олег Фурцев принял в январе во время объезда железнодорожного района. Мера временная позволит увеличить пропускную способность моста и снизить риск повреждения колес автомобилей. От и до мост отремонтируют осенью этого года. Мост заслуживает давно капитального ремонта и мы в этом году получили необходимое финансирование, чтобы ремонт провести. В совокупности этот объем будет где-то 220 миллионов рублей. Немножко нам не хватает, около 40 миллионов, чтобы дотянуть ремонт до кольца. Но я думаю, мы эти деньги найдем в процессе текущего исполнения бюджета. Проектно-смертная документация почти готова. Значит, мы там постараемся сделать так, чтобы начать ремонтные работы после завершения ремонта московского шоссе Новосадова. Чтобы не создавать неудобств автомобилистам, дорожники работают в ночную смену. Аварийный ремонт уже провели на участке в 200 квадратных метров. Еще 250 планируют отремонтировать за пять дней. Затем спецтехнику перекинут на другие дороги с аналогичными проблемами. Улицу Советской Армии, Ракитовское шоссе. В целом, аварийный ремонт дорог в этом году начнется раньше обычного. Мы договорились, что в середине февраля будут запущены заводы по производству асфальтобетонной смеси и специализированные машины, которые у нас есть распоряжение, они также приступят к этой работе. Ремонт дорог и строительство хороших дорог – это приоритет политики губернатора Николая Ивановича Меркушкина. И мы очень внимательно следуем фарватеры этой политики. В прошлом году очень много было дорог отремонтированного. Перемены в дорожной ситуации отмечают и горожане. Согласно соцопросам, в перечне проблем, которые волнуют жителей, самарские дороги спустились с первых строчек на 5-6 место. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.